Открывает наш топ-5 модов Майнкрафта. Нет, не вот этот вот крипер. Бахни, пожалуйста. Не мешай мне снимать. Принести вещи сразу. Теперь у нас тут появилась информация. И мы можем запросить лифт наверх. Нет. У меня тут уже всё готовится. Привет! Ты на канале Лёша в Майнкрафте. Это лучшие моды на версию 1.16.5. Посмотреть название этих модов ты сможешь по тайму-кодам, а скачать в описании ниже. Если есть желание, можешь написать комментарий, поставить лайк под это видео или вообще подписаться на канал. Приятного просмотра! Если есть возможность поддержать канал финансово, то можешь оформить спонсорскую подписку. Спасибо! Открывает наш топ-5 модов Майнкрафта. Нет, не вот этот вот крипер. Бахни, пожалуйста. Не мешай мне снимать. Очень прикольная штучка, которая называется... Так, какая штучка? Открывает наш топ очень даже интересный мод, который на самом деле можно даже по умолчанию в будущем установить в Майнкрафт. Пусть Маджанг берёт на заметку. Так, вот у нас есть сундук, в котором у нас есть какие-то предметы. Можно захламить его вообще абсолютно любыми вещами. И если вы захотели куда-то эмигрировать, и вам необходимо брать эти вещи вручную, в себе, в инвентарь, куда-то бежать, перетаскивать, то с помощью этого мода нажимаем Shift и прапнука мыши по сундуку. Таким вот макаром вы можете спокойно перенести вещи сразу в огромное количество, и это будет намного удобнее. Помимо этого, вы ещё также можете закидать свой инвентарь и переезжать сколько и куда хотите раз. Вот я, к примеру, поселюсь куда-нибудь здесь. Вот все вещи тут. Вроде ничего не растерял. Также, к примеру, можно его ещё использовать в шахтах. Вы набрали очень много ресурсов, вы хотите взять с собой как можно больше, вам лень возвращаться домой, чтобы их сначала вытащить. Вы можете сразу сложить все ресурсы сюда и идти к себе домой. Главное, не потеряйте ничего. Кстати, ещё важная вещь, про которую я забыл сказать, то, что перетаскивать можно не только сундуки. К примеру, вам не нравится, как вы поставили маяк. Shift, прапнука мыши, передвинули. Или, допустим, печка тут вот не смотрится никак, да, она должна стоять вот тут. То же самое делаем. Меня много людей смотрит без подписки, поэтому, если ты ещё не подписан или не подписан, обязательно подписывайся. Второй мод у нас добавляет очень прикольную штуку. Я думаю, то, что если вы играете в Майнкрафт давно, иногда этой вещи очень сильно не хватает, и мы прибегаем к таким механизмам. Ё-моё, отойдите. И чтобы заменить этот механизм, мы прибегаем на помощь к поршням, с помощью которых мы делаем эту штуку. Если вы уже догадались, о чём я говорю, то можешь поставить лайк. А я говорю вот про такую штуку. Это лифт, да, лифт в Майнкрафте. И причём этот мод на лифт очень даже прикольный, он не лагает, нету такого, то что когда ты там едешь, блин, всё трясётся, лагает, непонятно что происходит. Мы заходим в наш лифт, в нашу шахту, которую я построил, не обязательно это делать в шахте. Можно дома у себя там лифт построить. У нас есть блок контроля, дисплей, который показывает какой сейчас этаж. Нажимаем кнопку, и мы спокойно, плавно, без каких-либо дёрганей добираемся туда, куда нам нужно. Точно так же, к примеру, если вам нужно опять спуститься, заходим на платформу, нажимаем кнопку, и мы спокойно, плавненько отпускаемся. Очень прекрасный мод. Вот. Предположим, то, что вы играете вместе с другом с каким-нибудь, или вообще с большой компанией, и кто-то мог уехать, а вы остались снизу, да? Типа, и что делать, мне теперь вот взбираться, тут блоки под собой вставить или что? Нет, есть средняя кнопка, с помощью которой мы можем вызвать лифт, и он приедет к вам. И вы можете спокойно уехать наверх. А также мод из этого лифта поддерживает не только там два этажа, да? Ну, то есть, точку от А до Б, и всё. Тут можно сделать всё намного хитрее. То есть, давайте возьмём эти блоки, поднимемся куда-нибудь повыше, установим сначала контролёр, сверху дисплей. Теперь у нас тут появилась информация, и мы можем запросить лифт наверх. Нет. Надо было нажать на среднюю кнопку «Запросить лифт». И таким вот образом можно строить этот лифт в какой-нибудь даже многоэтажке, если вам этого хочется. Можно уехать вниз или куда вы там хотите. Следующий мод у нас для фермеров, либо просто для любителей что-то повыращивать. Мод называется «Simple Farming». Добавляет в Майнкрафт очень много новых саженцев, семян и большое разнообразие еды. К примеру, есть яблочный пирог, абрикосовый, борщ, который можно скрафтить из двух свёкол, лука, картохи и миски. Бананы, апельсин, груша, слива, малина и тому подобное. Есть пиво, каим, сидор, виски, водка. Всё это дело вы сможете выращивать на своём собственном огороде. Вау, какие необычные. Баклажан. Вау, прикольно. Также есть два новых тортика. Первый. Второй. Можно прям с земли. С... со свечками. С... Ладно. Это такие свечки. Импровизи... импровизирую. Ладно. Так. Саженец яблони, абрикосы, бананы. Можно всё это дело посадить, а потом собирать урожуй. Также тут можно сварить себе пиво, вот в этой вот бочке. Либо свариться самому. И я не знаю, что сегодня кушать будете вы, но у меня тут уже всё готовится. Приятного аппетита. Если вам наскучила ванильная броня из Майнкрафта, и вы бы хотели уже разнообразить её с помощью модификаций, но при этом не хотели бы добавлять мод, который добавляет прям лишние виды ресурсов, которые нужно добывать. Также ещё добавят туда, блин, пару пистолетов, бункер, две лопаты, и всё подряд в один мод для брони. Если вам этого не хочется, а вы хотите обычный мод, который добавляет броню, при этом скрафтить его можно из... в обычных ванильных ресурсах. Мод называется More Vanilla Armor, с помощью которого вы сможете крафтить огромное количество новой брони, и при этом она не добавляет новые ресурсы. К примеру, эндер-нагрудник у нас скрафтится из эндерняка, или эндерняка, не знаю. Изумрудный шлем из изумрудов. Редстоун по ноже из редстоун-блоков, что вполне логично, да? Даже можно скрафтить угольный сет и быть вообще блатным. Главное к факелам не подходить. Далее у нас мод, который называется Tree Harvest, который добавляет в Майнкрафт более облегчённую и улучшенную рубку дерева. Она работает по умолчанию с нажатой клавишей Shift, подходим к дереву, струбаем нижний блок, наше дерево ломается, листва быстро убирается, а на месте срубленного дерева автоматически сажается саженец. Если тебе было интересно, то можешь подписаться на канал, поставить лайк, а также написать комментарий, какой мод тебе запомнился больше всего, и какой бы ты установил себе и почему. Пока!